Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске Садыр Джапаров не только футбол в Катаре посмотрел, но и с президентом Турции переговорил, обсудив взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Впрочем, это все, о чем сообщается официально, а о чем не сообщается официально расскажу в выпуске, а также снова будем читать Конституцию. В последнее время приходится уже совсем часто ее открывать, чтобы убедиться, что некоторые права и свободы у нас все же есть. Оле-оле, Аргентина – чемпион мира по футболу. Садыру Джапарову повезло, и он видел это своими глазами. Прибыл в Катар по личному приглашению и мира страны. С рабочим визитом, подчеркнула пресс-служба Джапарова, на чемпионат мира по футболу выдали СМИ Катара. На частном бизнес-джете Embraer Legacy 600 издание экономист KG прикинуло, во сколько мог обойтись этот перелет. Во сколько обошелся полет из Бишкека в Духу и обратно, неизвестно. Но по расчетам онлайн-калькуляторов для бизнес-джетов, перелет по этому маршруту обойдется в среднем в 50-60 тысяч долларов. Процедура оформления частного борта в лизинг завершается, сообщил Эрбол Султанбаев и отметил, что это может быть либо Бомбардир Челленджер, либо Embraer Legacy. А я вот думаю, что лучше бы Бомбардир Челленджер. Не знаю, что там по характеристикам, надо гуглить, но Бомбардир вот чисто по названию подходит к глазам нашего прекрасного, лучшего Бомбардира наших сердечек до конца. Правда, он чуть дешевле, по данным из открытых источников, 18 миллионов долларов против 25 миллионов за Embraer. Но для президента не солидно. Лучше все же Embraer брать за 25 лям. Самое то, когда берем кредит на ту же сумму для закупки электроэнергии. На сегодняшний день завершается процедура оформления частного борта в лизинг. Это будет либо Бомбардир Челленджер, либо Embraer Legacy. До этого все полеты на частном джете совершались бесплатно по договоренности с компанией владельца. Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку в Катар. А типа авиационное топливо это так, фигня из-под коня, копейки, да? Летать бизнес-классом? Нет, зачем? Это же непредставительно. Вдруг кто подумает, что мы бедные и не в состоянии президента нашего одеть и обуть. Элемный дейт уяд-уяд. Красиво жить не запретишь, особенно когда страна стремительно катится, то есть летит в стратосферу. Д. Достижение. Пока у нас в судах же, и это не про цвет безумия, хотя и про него тоже. Политзаключенный по Камперабадскому делу Перезад Сурановой ночью вызвали скорую помощь. Напомню, она уже несколько дней держит голодовку против судебного произвола. Состояние ухудшилось. Сегодня вот обратно поступила информация, что еще тяжелее стала, температура уже 37,5. Ну вот, к сожалению, администрация отказывается приглашать скорую. Мы составляем акт, что мы требуем вызвать скорую, но они отказываются. И завтра будем передавать в прокуратуру за бездействие, потому что даже если я сейчас вызвала скорую, они спецобъект не впустят. Скорая помощь не госпитализировала Перезад Суранову. Оснований говорят нет. Температура 37,5 держится несколько дней, кровь в моче, а так все отлично. О необходимости госпитализации и другой политзаключенный Орозаим Норматовой заявила ее адвокат. По ее словам, Орозаим постоянные головные боли, суставные и боли от язвы желудка. Состояние Орозаим Норматовой ухудшилось. Она с трудом передвигается в связи с голодовкой. В пятницу ее направила ходатайство в генпрокуратуру с просьбой поместить ее в лечебный стационар, но ответ пока не поступил. Ей с каждым днем все хуже. Также у нее проблемы с желудком, в результате обострения у нее выявили гастрит. Врачи из СИЗО говорят о том, что все нормально, но жалобы говорят об обратном. Задержанная Клара Сооронкулова требует госпитализировать активисток Перезад, Суранову и Орозаим Норматова. Говорит, что сотрудники СИЗО, возможно, умышленно не оказывают и медицинскую помощь. Суранова Перезад находится в тяжелом состоянии, самостоятельно не передвигается. На вопросы ее здоровья сотрудники СИЗО и санчастия отвечать отказываются. Серьезные проблемы у Норматовой. Звуки рвота слышны даже в нашей по соседству камере. Но и она находится без должной медицинской помощи. Физическое состояние Алиши Абдана, тоже политзаключенного, тоже ослабленное. По его словам, у него язва желудка. Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток также заявили, что обеспокоены состоянием Розаим Норматовой и Перезад Сурановой. Попытались их отговорить от голодовки и попросили службу исполнения наказаний оказать содействие в госпитализации. В самой службе ответили, что состояние у всех объявивших голодовку удовлетворительное. И вообще, что теперь? По головке гладить. Знали, на что шли, сказал Садыр Джапаров, комментируя обращение родителей задержанных женщин. Они попросили у него милосердия для своих родных. А он ответил так. Честно, даже цитировать это мерзко. Но надо, чтобы видеть, кто есть кто и как работает. За два года из уст этих людей льется только ложь. Я никого не подстрекал, не обращал внимания, просто не хотел равняться на них. Или кто-нибудь слышал, что я в течение двух лет сказал им что-то в ответ. Нет, я и впредь не буду обращать внимания. А почему родители, которые сегодня обращаются ко мне, не обратились тогда к своим дочерям со словами «Будьте воспитаны, не надо клеветать, зачем вам переворот?» Почему они не вразумили их, пока не стало поздно? Во-вторых, не я же этих женщин приводил за руку на собрание, где обсуждался вопрос госпереворота. Не заставлял писать план, чтобы каждый по сто, по тысяче человек привезли. Они говорили, что нужно привезти народ на портерах. А народ для них кто, чтобы привозить их вот так на портерах? Народ сейчас все видит и понимает, кто есть кто и кто как работает. От ответа президента матерям политических заключенных тошнит. Он посоветовал лучше воспитывать своих дочерей. Человек, который пытался захватить власть вместе с дружком, обвинялся в краже человека. Мужик, не политик, обещавший толпе посадить Ираима и не сдержавший своего слова. Советует лучше воспитывать лучших дочерей нашей страны. Малообразованный, мелочный человек, возомнивший себя попом земли. Я уверена, что даже домохозяйка может стать президентом, не то что физкультурник. Остаться человеком – вот главная задача для президента. Презумпция невиновности, прописанная в Конституции гарантом, которой он является, нет, не слышал. А в Конституции, которая является основным законом страны, напомню, черным по белому написано и про то, что грозит тому, кто нарушает принцип презумпции невиновности. Конституция Крыгойской Республики. Статья 57, пункт 1. Каждый считается невиновным в совершении преступления и или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке. Но и опять же, Конституция не запрещает гражданам собираться, и никто не может быть подвергнут преследованию за свои убеждения и мысли. Тот же Садыр Джапаров вместе с Камчебеком Ташиевым когда-то собирали митинги. И ничего, это можно было? Это нормально? У меня реально порой ощущение, что люди, указывающие, как нам жить, закона, сами законов и не знают или сознательно их игнорируют. Ну и далее Садыр Джапаров говорит, что их арестовал не он, и судит тоже не он, и вообще он не при делах, и хватит во всем винить президента. Нашли крайнего. В партии реформа напомнили, что он вообще-то сам говорил, что стране нужен человек, который будет контролировать решения и действия властей, когда убеждал принять новую Конституцию и поменять форму правления с парламентской на президентскую. А сейчас спрашивает, до каких пор будут обвинять президента во всех делах? Разве он не сам хотел за все нести личную ответственность? Никто из родственников не просит президента повлиять на решение суда. Пусть будет суд честный, справедливый и законный. Сейчас речь идет о том, почему активисты и правозащитники должны до суда сидеть в СИЗО. Суд еще не признал их виновными. Они не прячутся, не убегают. Почему коррупционеры и бандиты ждут суд под домашним арестом, а люди, которые никогда не совершали преступлений, не имели судимости, должны сидеть в СИЗО? Матери заключенных женщин не могли говорить им не лгать, не клеветать и не призывать к госперевороту, потому что эти женщины никогда не лгали, не клеветали и не призывали к госперевороту. Политические узники объявили голодовку в знак протеста против беззакония, напомнили в партии «Реформа». И отметили, что все, что с ними произойдет, будет на совести властей. Как бы кто потом не пытался уйти от ответственности, уверяя, что он вообще не при делах. Ну да, у него же футбол так-то оле-оле. Ну и если что, о проблемах он все равно не забывает. Молодец. Вот про «Смог» высказался в недавнем интервью Кабару. Сегодня же Бишкек снова в мировых лидерах по «Смогу». Чтобы контролировать уровень «Смога», должна быть поддержка со стороны нашего общества. ТЭЦ выделяет лишь 10-15% дыма, накрывающего город. Мы это сами воочию увидели во время недавнего полета на вертолете над жилыми массивами. Я тут немного перебью, поаплодировать. Датчики. Ничто. Увидеть из вертолета своими глазами вот это уровень научного подхода. И сразу ясно, понятно, в процентах даже, кто слабое звено. Ну а дальше президент говорит, что весь остальной процент «Смога» исходит от новостроек, частного сектора, саун и бань. Они сжигают резину, а также остатки тканей из швейных цехов. Все это, говорит, надо контролировать и пресекать, сообщать в соответствующие органы. Нет, ну так-то вообще дело говорит. Я серьезно говорю. А дальше вот о мерах, принимаемых властями. Мы тут же поручили провести рейд по частному сектору. Сжигающих резину или тряпки для обогрева дома будут штрафовать, а сауны будут закрывать. Сейчас в новостройках много частных бань. Вот они и сжигают. Я поручил к обмену строить там бани. Как кто-то написал в комментариях Нобелевскую премию. Обалдеть, а где гарантия, что в новых банях не будут топить тем же, что и в старых? Ну ладно, немного и попозитивничаем ради разнообразия. Из нормального Садар Джапаров обещает, что когда-нибудь полностью перейдем на электроэнергию. Сегодня, говорит, возводится около 50 малых и средних ГЭС. Мы перейдем когда-нибудь на электроэнергию. Мы посмотрим, когда все будет. Если будет, тогда и поговорим. И спасибо скажем. Если вдруг что мы умеем быть благодарными, вы не думаете, да? Пока же есть смысл хотя бы для дома брать очистители воздуха. Не каждый может, конечно, себе позволить, но ряд госучреждений за три года смогли. Потратили на эти цели около полутора миллиона сомов. Говорится в материале Факче Киджи. А экс-премьер-министр Тимир Сари возглавил торгово-промышленную палату Кыргызской республики. Одержал победу на выборах в президиуме палаты. Напомню про самого Тимира Сариева. В августе прошлого года его задерживали по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта Кумтор. Ущерб оценивался в несколько миллиардов сомов. В ноябре того же прошлого года его отпустили под подписку о невыезде, а потом и вовсе закрыли дело. А теперь вот он глава торгово-промышленной палаты. Что такое торгово-промышленная палата? Это орган, который ведет экспертизу иностранных товаров, развивает экономические связи с иностранными государствами и содействует улучшению внутренней торговли. Вот. И такой вот орган возглавил подозреваемый ранее в коррупции Тимир Сариев. Ну, порадуемся за человека. Да? И позитив, совсем позитив. Фильм «СМД», я помню, режиссера Октана Арым Кубата взял гран-при Международного кинофестиваля «Евразия». Торжественная церемония прошла в Алматы. Ну, а у нас остался главный приз. Приз победителю. И я с удовольствием объявлю единогласное решение нашего жуи международного конкурса. Лучший фильм фестиваля победитель конкурса международного. Октан Арым Кубат, «СМД», я помню. Кошемет, бізден кызык, кыргызбауырлар. «СМД» киносмен Октан Арым Кубат. Друзья, ваши бурные аплодисменты. Лучший фильм 16-го международного кинофестиваля «Евразия». Всего за гран-при боролись 15 кинокартин, и «СМД» нашего режиссера была признана лучшей. Ура! Это были не новости, а новость читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Всем добра, пока! Загрязненный воздух снижает иммунитет, является причиной болезней органов дыхания, сердца и крови. Для снижения уровня загрязнения воздуха утеплите дом, чтобы сократить потребление угля. Установите печи длительного горения. Не сжигайте текстильные отходы, шины и мусор. Для сокращения времени прогрева оставляйте автомобили в гаражах, либо используйте автоодеяло или подогреватели для двигателей. Фиксируйте загрязнение воздуха и обращайтесь в соответствующую службу в вашем городе. Принимайте меры, чтобы дышать чистым воздухом. Продолжение следует...